Итак, то К равно КМВ, точка КМВ, футция СМ2 к 1. И мы с вами доказали первую теорему, которая убеждает, что эти КМВ чисто комплексные, во-первых, они чисто комплексные, а во-вторых, мнимая часть их положительная, а КМВ больше не дает. То есть они лежат на верхней части мнимой половоси. Ну и это для нас будет существенным в дальнейшем. Ну и кроме того, мы помним, что важность нулей этой функции состоит в том, что нули вот этих коэффициентов насеяния СМ2 ка являются в то же самое время полюсами коэффициентов отражения и прохождения, которые для наших дальнейших рассуждений будут играть в очень важный вывод. Ну а теперь докажем вторую теорему, которая утверждает, что нули функции С1 ка являются простыми. Ну, что означает простые? Ну, это означает, что развожение в ряд, вот если мы возьмем функцию С1,2 ка, вот там и будем разлагать эту функцию в ряд, вблизи точек КМ, нулей функции, нулей этой функции. То нулевой член будет, разумеется, равен ему, поскольку С1,2 ка, это 0. А следующий член, ну, это вот производная, а мы ее будем давать и вот так обозначать точкой КМ, то что нули простые, означает, что вот эта производная, а мы ее будем давать и вот так обозначать точкой КМ, производная, а мы будет обозначать точкой КМ, с трехом сегодня обозначаем, а пока точкой. Значит, производная С1,2 ка Y, ну, Ка равнам КМ, отлично обновляет. Смотрите, производная мы ее обозначаем точкой, отлично обновляет. То есть факт, что нули являются простыней, означает, что разглашение в степенной ряд начинается с первого члена, с линейного ОК. Ну вот, докажем это. Начнем с того, что вспомним, что мы с вами получали вот такое мнение, С1,2 от К, это единица на 2К, это на вот СК, С1 и СК, С2, С2. Значит, вспоминаете, да, было такое? Ну и теперь, если у нас К равно КН и С1,2 от КН соответственно равно 0, то вот такой вот РОЦСКИАН, значит, РОЦСКИАН, ну давайте я для краткости дальше не снизу, не писать, да, в аргументе. Значит, РОЦСКИАН, значит, С1, КН, С2, КН, тоже 1. Ну вот, и пользуясь этим фактом, мы можем вычислить производную, вот эту вот производную, С1,2 от КН в точке КН. Вот просто дифференцируем верхнее выражение от ВРОЦСКИАН и берем, значит, К равное КН, да. Значит, ну что у нас тут будет? Видно, что здесь у нас стоит произведение 1 на К функция на ВРОЦСКИАН, да. Значит, дифференцируем по правилу Лебница, первый член у нас даст, ну будет пропорционален 1 на К в квадрате на этот ВРОЦСКИАН. Но когда мы положим К равное КН, этот ВРОЦСКИАН за нулится, да. То есть при дифференцировании мы, вот этот член, да, производная от 1 на К равен нулю, и мы можем на него не обращать внимание, дифференцировать только ВРОЦСКИАН. Ну, значит, получаем ЦН2 от К, так, давайте так, КН, да, сразу же возьмем, значит, это будет единица на 2КН на 1 на ВРОЦСКИАН. Ну, ВРОЦСКИАН это определители, определитель, чтобы продиференцировать, надо, то есть производная от определителя равна сумме производной, да, значит, от того же определителя, но по ПСИ1 деференцировать, плюс такой же определитель с производной по ПСИ2, да. То есть, вот, значит, это будет С1 с точкой каверная, С2 каверная, это первая, и плюс, наоборот. Вот. Ну вот. Надо теперь вот эти определители вычислить. Ну, давайте, прежде чем вычислить, немножко их преобразуем. Добьемся того, чтобы у нас под каждым определителем стояли только функции Пси1, вот под первым определителем, а под вторым только функции Пси2 мы производим. Воспользуемся известными нам соотношениями, которые связывают функции Пси1 с функциями Пси2 через эти самые эффициенты рассеяя. Ну, то есть, вспоминайте, что у нас Пси2, значит, вот К, ну, я их не пишу, да? Ну, а в точке КН, значит, если мы возьмем, да, вот везде здесь КН, то второе собакаемое обнулится, да, в силу того, что КН это 0,0,0,0,0,0,0. Значит, у нас Пси2 будет равно в очереди. Ну и точно также рассуждая мы получаем, что Пси1, значит, Пси1, Пси1 под КН, это С2,2 под КН. Ну и дальше подставляем, подставляем место Пси1, значит, вот это выражение, да, через Пси2, а вместо Пси2 вот сюда вот, вот это выражение. Ну и кроме того, константы мы можем вынести за знак Афатскиана, да, за Афатскиан, и, значит, у нас получается. 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 Значит, так, тут я точку делаю. И, значит, так, тут я нажимаю ВСК, С1,2, точка, Таня, знаете, да, 4-миниться, 1,2, и, так, вот я не знаю, как запишу. Дальше. Скобочка. С1-1 каверная, С1-1 каверная, Новоросский А, Новоросский А, ПСи-1 с точкой, ПСи-1 с точкой, каверная, ПСи-1, ПСи-1 с точкой. С1-1 и ВУЗ, ВУЗ, С2-2 каверная, С2-2 каверная, Новоросский А, Новоросский А, от ПСи-2 каверной, С1-2 каверной, С1-2 каверной. Ну вот, значит, вот получили такую формулу, в которой нам надо вычислить вот эти расстряки. Ну и вычислить, да, или как-то их преобразовать к такому-то режиму, чтобы понять, что это производная неравномума. Ну давайте это делать. Значит, здесь, в общем-то, довольно такой хитрый прием у нас рассматривается, чтобы эту операцию преобразовать. А именно, опять вспоминаем, что функции Йоста у нас являются собственными функциями оператора Штурма Лимфиля, или Шрейдингера, оператора, да, вот, и, значит, мы можем вот это уравнение, уравнение Шрейдингера одномерное записать в таком виде. Ну давайте для функции возьмем, значит, Пси1, да, Пси1. Ну тут, разумеется, от х все зависит, но я пока х не пишу, значит, Пси-2 штриха, штрихи производные по х, да, ну вот, от К, аргументы я не пишу, Пси, конечно, от х тоже зависит, да, значит, плюс К в квадрате Пси1, так как равно, равно у всех. А второе уравнение, ну обычно что тут делают, берут комплексное сопряжение, да, и там читают, и дегрируют, вот, но мы здесь не берем комплексное сопряжение, а вместо этого мы пишем точно такое же уравнение Шрейдингера для функции Пси1 в точке Кн, то есть вот так, Пси1 2х Кн плюс Кн2 Пси1 Кн равно у Пси1, значит, уравнение Шрейдингера. Ну а дальше типичный прием, первое уравнение умножаем на Пси1 в точке Кн, второе на Пси1 в точке Кн и вычитаем одно из другого. Вот эти члены Су у нас сокращаются, а то, что у нас получается, это вот такое. Значит, Значит, ну давайте, Psi1, два шприха, два, на Psi1, отравленная, минус Psi, Psi2, отравленная, на Psi1, отравленная. Так, ну и плюс Psi1, отравленная, на Psi1, вот так. Ну, первые два слагаемые в совокупности, да, вот с минусом, если взять, образуют что? Ну, Psi1, да, Psi1, отравленная, Psi1, отравленная. Это уже нам знакомо, чем продаж вот так. Да, продаж. Совершенно верно. Правильно, конечно. Поздравляю. То есть, вот эти два слагаемых производные отраски. Вот. Значит, ну и мы можем вот как записать. мы можем это дело записать вот таким образом. Значит, давайте мы поменяем вот здесь местами, К и КН, да, в россияне. Вот здесь у нас будет стоять К, а здесь КН. Значит, появится знак минус. Но мы, значит, вот этот член перенесем, да, К в квадрате, К в квадрате минус КН в квадрате, да, с минусом, мы, значит, на минус сокращаемся. К в квадрате минус КН в квадрате. Си1, вот здесь КН. Си, значит, 1 в квадрате. Так. Ну вот. Ну теперь, что напрашивать? Раз Д по ДХ, значит, что интегрировать. Но мы, вот люди хитрые, мы сразу интегрировать в ДХ. А мы вот это выражение, обе части его, продефиницируем, значит, по К, то есть возьмем производную Д по ДХ. И после этого, после того, как возьмем производную, положим К равное КН. Значит, ну, что здесь будет? Ну вот, значит, ну давайте, вот от первого слага будет Д по ДХ. Производную мы можем под Воронский а нанести пока, да, значит, Д по ДХ. Вот, значит, Си1, КН, КН не трогаем, а дифференцируем вот это. Си1 от К, значит, появляется Си1 с точкой К. Ну и после этого берем КН, да, значит, Си1 с точкой КН. Дальше. А то, что стоит в правой части, ну, совершенно понятно, что, ну, тут вот у нас опять произведение двух функций, вот этой скобочки КВК минус КН в квадрате, все 1 на К, да, мы дифференцируем произведение. Ну, понятно, что тут будет что? то, что 2К, значит, 2КН, да, 2КН, вот если скобочку, то мы решили им цифровать, как КВК, берем К равное КН, на Си1, КН, ну и на то же самое, то есть Си1 КН в квадрате. А второе слагаемое, да, когда мы дифференцируем здесь Си1, то есть Си1, у нас вращается в ноль за счет того, что при К равном КН, да, вот эта скобка равна нулю, да, то есть вот эта скобка равна нулю, как КА равна нулю, и второе слагаемое вращается в ноль. Всё, то есть остаётся только вот это. Вот. Ну и теперь смотрите, у нас возник, ну если не тот же самый, то похожий баскеан, ну тот же самый с точностью до знака, да, который мы вычисляем, вот он, ну под знака производной. Ну вот мы его, вот эту производную, д по д x можем, значит, реквитировать, да, если проинтегрируем, ну поскольку у нас функция Си1, то мы интегрируем от x до бесконечности, да, поскольку там асимптотика функции Си1 на плюс бесконечности, то есть берём интеграл от x до плюс бесконечности от обеих частей этого равенства. Ну и получается вот такое выражение. Вот такое выражение. Значит, баскеан от Си1, Кл, Си1 с точкой, Кл, значит, на стримус бесконечности, да, только К, К, значит, x, значит, x соединится к бесконечности, да, это на верхнем пределе, тут D по Dx, мы интегрировали, значит, получаем, раз киан на верхнем пределе. Дальше минус. То же самое в нижнем пределе, а нижний предел у нас переменный, то есть мы получаем саму функцию. Значит, C1 коренная, C1 точкой коренная, ну и равно, равно индексуалу. Так, да, ну и 2 коренная, 2 коренная, 2 кратная, 2 кратная, 2 кратная, 7 в квадрате. Ну давайте, если нет, напишем им штрих. Так, вычисляем вот этот вот первый раз. Мы вспоминаем, что у нас на бесконечности асимптотика функции C1, C1 КМ, КМ, это какая? Ну и, значит, смотрите-ка, если мы коренная подставим, я бы и КПН, и КПН больше нуля. Так, вот это у нас будет гормон Е в степени минус КПН и КПН. Ну и это стремится к нему, да, при стремящей к нему, это не чисто, да, поскольку КПН больше нуля, мы вернем вот здесь, в этом месте воспользовались. Вот. Ну и тогда легко посчитать, что вот этот вот францискеан, ну давайте я его подчеркну, и вот тут равен, что он равен. К чему? Значит, если мы, ну, значит, C1 КМ, да, производная, да, но производная от этого экспонента, да, это минус КМ, да, ну или давайте вот конкретно, так, ну да, давайте вот через КМ. То есть это будет и Х, да, ведь мы пока не финансируем, да, значит, и Х на ПСИ1, ну так вот, так, ну тут так, ну либо можно ПСИ1, подразумевая, что это симптомика такая, либо сразу экспонент. Ну вот так, да, то есть, вот, на дисконечности. То есть понятно, что тут на самом деле, конечно, вот это экспонент раз на дисконечности, это экспонент, и это экспонент. Ну, значит, вот, значит, E в степени и КМ, есть КМ, E в степени и КМ. То есть вот чем номер францискеан на дисконечности. Ну, значит, тут есть Х, да, то есть он будет пропорционален, этот в степени, КМ, есть 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 КМ. посчитать, там у нас у столбца общий множитель х. А, ну там, правда, х квадрат еще будет, да? Да, мы же вот это по х деференцировали, да? Ну так, то есть максимальный член будет х квадрат, поскольку мы еще вот это по х должен быть деференцировать. Вот. Ну понятно, что любая экспонента зарезает степень, да? То есть вот это очень деференцировали. Так, ну вот это я кратко объяснил, как непонятно это, да? То есть вот здесь я взял просто по максимуму, максимальный член. На самом деле здесь, конечно, произведение надо деференцировать, и перенажать, вот. Так, только тут еще двойки тогда возьмем, да? Когда перенажаем, то, наверное, будет. Она не будет ни в чем не сказываться. Да, она не будет. У меня все не будет, поскольку выносится за скобы. Вот так. Так. То есть первый определитель равен нулю, второй определитель со знаком минус равен вот этому интегралу, от минуса мы, то есть вот сюда возвращаемся, да? То есть вот здесь первый член равен нулю, второй член со знаком минус равен вот этому интегралу. От минуса, значит, любой член мы стираем, да? От минуса мы избавляемся, переставляя порядком со множителем внутри, аргументом внутри определителя, да? То есть вот так вот. Вот мы вычислили первый вранский ад. Ну, второй вранский ад, значит, вычисляется точно так же, только берется вместо функции c1, функция c2, а также все те же самые рассуждения, за исключением того, что интегрируем мы не от х до плюс бесконечности, а от минус бесконечности до х, поскольку у нас асимптотика функции c2 определена на минус бесконечности. и в результате мы получаем, вот там вот, еще знаки будут, другие у нас порядок, инкупированные, вот. В результате мы получаем, что дубль ве от c2kn, c2kn, да? 1,2kn, интеграл от минус бесконечности до х, c2kn, да? Вот так. Понятно, знак изменился за счет того, что у нас второй член будет равен 0, да? То есть нижний предел с минусом, да? А первый член на верхнем пределе с плюсом, ничего не надо переставлять в местах, как мы вот здесь делали. Вот так. Ну, все бы хорошо. Да, в квадрате. Все бы хорошо, кажется, бери да складываем, но функции в разном, да? Тут c1, а тут c2. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Дело в том, что мы с вами можем, да, ну вот я, к сожалению, стер уже, но вот, значит, мы знаем, что в c2kn у нас что мы там писали? c1,1, да? c1,1kn, c1kn. Это с одной стороны. То есть мы можем вот здесь c2 выразить через c1. Правда, появляется c1,1kn в квадрате, да? За счет квадрата. Ну, мы можем так же воспользоваться вот еще чем. У нас была доказана... А функция в своем случае c1,1kn будет равняться c2,2? Сейчас. Ну, наоборот. Единица. А на результате мы обратно в пропорциональность, да? Смотрите, как это доказывается. У нас была получена формула c1,2k, c2,1, ну и можно 1,2 писать, 2,1 от минус k, да? Плюс c1,1 от k. c2,2 от минус k. Да, здесь тоже от k. В одной единице. В одной единице. Если мы берем и полагаем, та равная параллельная, вот везде, да? То у нас первая самая равная, за счет вот этого множителя, обращается вновь, да? Параллельная 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 функция c1,2. Ну и тогда, если мы все подставили, мы получаем, что, ну там, что нам надо? c1,1,2,2,2. Вот так мы получаем пыль на обратную, обратно пропорциональная точка. Ну и тогда, если мы все подставили, значит, вот здесь у нас, Смотрите, вот здесь подставляем всё вот сюда. Второе слагаемое С2КН умножить на С1КН в квадрате, вот за счёт этого квадрата. Значит, это будет, ну а С1-1, значит, это С2-2, да? Так, единица на С2-2, да? Вот, значит, останется единица на С2-2 у нас, да? Так, одно С2-2 сократится, ну и это опять С1-1-1, да? То есть и в результате у нас общий множитель появляется и два одинаковых интеграмма. Ну и склад. Понятно это, да? То есть в результате появляется, получается вот так, С1-2 с точкой КНН. Так, 2КН сократится, значит, это единица на И, единица на И, дальше С1-1 на Н, на интеграл от н, бесконечности до бесконечности, да? Вот так, вот так. Ничего не напутал тут. КНН сократится, а эти, значит, здесь С1-1, здесь С2-2 в квадрате сокращаем, вот так, вот так. Ну вот, дальше. Если мы работаем с вами в классе функций, когда вот такие интегралы в точке КНН, да? То вот эта производная С1-2 в точке КНН тоже будет отлично от 0. То есть производная у нас в полюсе отлично от 0, а значит эти нули простые, да? То есть разложение, степенной ряд начинается, первым членом разложения отлично от 0, да? Начинается в первых членах. Вот. Ну вот это вторая цель. Ну и, собственно, мы с вами все подготовительные вещи рассмотрели. И теперь, значит, приступим к выводу основного уравнения, которое будет в наших рассуждениях использоваться. Это интегральное уравнение Гельфанда-Марчинда-Левитана. Ну давайте его мы после проверим. Значит, уравнение Гельфанда-Марчинда-Левитана. Вообще, по идее, конечно, этого уравнения надо на функции ЙОСТа вообще. Но функции ЙОСТа штуки неудобны. Неудобны они тем, что они одновременно содержат и Х, и К. то есть аргументами этих функций С1 и С2 являются одновременно и волновые вектора, и, значит, координата Х. Поэтому возникает идея, что как-то бы разделить эти переменные нужно. Ну и вот для того, чтобы это сделать, вводят так называемое треугольное представление функций ЙОСТа. Значит, мы начнем вывод уравнение Гельфанда-Марчинда-Левитана с того, что определим, что такое треугольное представление функций ЙОСТа. Ну, давайте, вот, запишем функцию ЙОСТа в C1 в следующем виде. Обратите внимание, что первый член – это асимптотика на плюс-бесконечность. Дальше, плюс. Интеграл, значит, от Х до бесконечность. Х – бесконечность. Дея из штрих. Вот от такой функции, которую мы будем обозначать буковкой КВШОЭС с индексом Р. Но Р – это то же самое, что у нас и было. Райт, правая, да? Которая зависит от двух перемен. Х и переменной, по которой ведется интегрирование. Х штрих. И умножим на ту же самую экспоненту. Е в степени КВШОЭС. Вот такое представление функции ЙОСТа называется треугольным представлением функции ЙОСТа ПСИ1. Обратите внимание, что хотя мы говорили, что функция ЙОСТа ПСИ1 описывает рассеяние слева, справа. Здесь мы у КС ставим правый значок. Другой значок. Это связано с тем, что эта функция ПСИ, значит, через ПСИ1 мы выражаем функцию ПСИ2, ПСИ2, а для нее справа рассеяние. Ну и точно так же для функции ПСИ2 мы получаем такое уже ПСИ2 и ПСИ2 и ПСИ2 и ПСИ2, это Е в степени минус КВШОЭС. Это треугольное представление функции ЙОСТа ПСИ2. Эти представления удовлетворяют асимтетическим требованиям на функции ЙОСТа, поскольку при стремящемся плюс бесконечности у нас интеграл функции ЙОСТа ПСИ1 у нас будет плюс синтетика Е в степени ИКХ. И точно так же при Х, стремящемся к нему, в бесконечности интеграл, интегралный член функции ЙОСТа ПСИ2 обращается в ноль, и мы получаем синтетику Е в степени минус КВШОЭС. То есть это вполне законное представление функций СИ1 и СИ2. И такие представления называются треугольными представлениями. А вот эти функции КРХХ' и КЛХХ' называются ядрами треугольных представлений. КРХХ' это ядро треугольного представления функции ЙОСТа ПСИ1, а КЛХХ' это ядро треугольного представления функции ЙОСТа ПСИ2. И, собственно, уравнение Бельсанда Марченко и Левитана это уравнение именно на ядро треугольных представлениях на функции КР и КЛХ. А теперь мы приступим к выводу этого уравнения. Давайте рассмотрим функцию СИ2. Значит, от ХК значит, это равно С1, К, С1, К, 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 К. c12dk или умножить на единицу, деленную на c12dk Вспоминаем, что единица на c12dk это tl, tr и tl у нас равны, поскольку c12 равно c21 tf, то есть коэффициент отражения справа при рассеянии справа а c1,1, c1,1 на c12dk это rr коэффициент отражения при рассеянии справа коэффициент отражения и коэффициент отражения ну и тогда видно, что мы вот это выражение можем записать следующим образом следующим образом tr tl tl tл tl 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 Вот. И вот с этим выражением и с треугольными представлениями мы будем дальше работать. Поступим в следующий образ. Первое. Рассмотрим это выражение и две операции сделаны. Первое. Вычтем из обеих частей равенства E в степени плюс E в равенстве. После чего, значит, следующий шаг, умножим обе части равенства на E в степени ИКУ, считая при этом, что Y строго больше места. Много больше места. Третья операция после того, как мы первый эффект выполнили. Третья операция интегрирована к нему в бесконечности до бесконечности для того, что получится. Вот здесь следует такое замечание сделать. Вот смотрите. Если мы интегрируем только по К вот в этих пределах, то мы автоматически считаем К вещественными. Дальше ограничиваемся веществами НК. Но по пути нам все равно придется вспомнить, что К комплексная на самом деле. Но по равносильно аналитическому продолжению комплексной полуполсткости. Вот. Так. Ну давайте. Значит, что у нас получается? Ну так вот я запушу. Значит, интеграл. Отменим бесконечности до бесконечности. У нас получается будет К на Е в степени ЕК И, ЕК И, ЕК И, ЕК И, ЕК И, ЕК И, ЭК И , это то, что слева-справа, значит интеграл 1, бесконечность и бесконечность dk есть степень i1, значит r, r, k, c1, c1, xk, вот давай здесь напишем минус вот этого экспонента, минус, ну так, удобнее, чуть-чуть удобнее здесь записать и плюс, плюс, минус, значит p, c1, x-k, вот получается такое выражение преобразуем по отдельности левую и правую часть, начнем с левой части ну прежде всего заметим, что у нас в этой части стоит вот такой интеграл, значит, от нему с бесконечности до бесконечности dk, e в степени i, k, y-x, чему он равен? ну 2π, да, там дельта функции, да, ну там, смотря как нормировано но дело в том, что у нас по условию y больше равно x, значит, это чёрт 0, правильно? Значит, это 2π, d это 0 и минус x, но при нему с больше чем x, это 0 и минус x. Значит, второй член замыляется, а то, что останется вот этот интегральный член с t и c2 функции y мы запишем как интеграл по контуру, то есть продолжим, будем считать, что там у нас комплекция совершенно единственное в единственное продолжение в комплекцию уголую плоскость и рассмотрим, ну вот, контур вот такой вот, значит, там lk, это вход в комплекцию плоскости k, да, значит, то есть замкнём наш контур, считая, что на этом контуре при rk, стремящемся к бесконечности, то есть сам контур, там, гамма-к, допустим, назовём, а при rk, стремящемся к бесконечности, что нам нужно, да, чтобы вот эти первые интегрированные получили, а не бесконечности, а бесконечности. Интеграл по контуру, там, вот полуокружности, да, то есть контур состоит из сетка 1, да, из вещественная сетка и полуокружность. Значит, вот полуокружность, так, ну, значит, вот давайте вот так немножко восприятие полуокружности, да, можно с функцией там, под интегральной функции, ну, тут неважно, e в степени, там, ekz, ам Genau, f traffic это 7 2 правильно правильно значит ну это можно обосновать в теории функции компрессных переменных есть там Лев Мажордана которая как раз и позволяет если вот такие интегралы равны 0 то добавлять к интегралу по вещественному вот такие интегралы вот и тогда у нас в результате получится интеграл уже не по вещественной оси от минус бесконечности до бесконечности а по вот этому пункту гамма-акатому разумеется приказ стремящийся бесконечности ну давай вот так ну вот и 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 «Ветчи» да, писали или есть пресс писали. Ну, вообще говоря, вот так, да, ну, вообще-то вычеты, насколько я понимаю, изобрёл Астроградский, поэтому, ну, что писать надо бы по-русски, ну, поскольку у нас действительно наука многое вечное, можно было бы заодно, пресс, да, ну, давайте прессим. Так, большая или маленькая? Большая. Так, рез от интегральной функции, да, от интегральной функции, значит, так, ну, давайте, она так не пишет. Вес, вот, всего, хотя, конечно, мы чуть только вот к этим относимся. Т, так. Так, значит, E в степени пинга Y, то есть, вот к, C2, X, так, X, так. То есть, вычеты надо считать только вот для функции t, ну, и, значит, как их высчитать? Как вычеты считают? Придёт, там, поискод, назад. Ну, особенности, получается, делают только т.к. Ну, да. В общем, вычеты – это коэффициенты, минус первые коэффициенты в разложении риатлоран. Да, да. Вряд ли. Вряд ли. Получается, повторю теоремию, что это вычет, получается сумма первого порядка. Первого порядка? Олисовый порядок. Чего, первый порядок? Олисовый. Ну, нет, ну, вот сумма написана, или что вы имеете? Нет, ну, я не знаю, может, вы правильно говорите, просто как-то вот, я не понял вас. Значит, нет, ну, просто в самом простейшем случае, если коэффициенты разложения риатлоранами нулевые, да, вот минус первые коэффициенты, то вычет этого и есть. Это вот минус первый коэффициент в разложении риатлоран, то есть вот мы разлагаем, да, t, r, там, k, вблизи, вот, особой точке, вблизи полюса, значит, и получаем вот, что, ну, там, разные члены, там, плюс, там, a-1, вот в этой точке, k, n, да, в особой точке, на k, минус k, n, минус первая коэффициент, ну, там, плюс и так далее, да. Так вот, вычет, там, верно, да, так, t, r, вот, k, так, ну, как вы там писали, тут k, n, или как-то так, k равен k, ну, как записывали, так, или вот прямо в словочке написали, ну, без разницы, правильно, значит, это как раз а-1, ну, в том случае, если он не равен нулю, если, значит, а-1 и k равен нулю, надо по-другому считать, значит, там есть свои способы, но вот этот способ для нас подходит, поскольку он заведомо не равен нулю, и мы даже знаем, чему он равен. Дело в том, что, так, вот, дело в том, что, мы же с вами только что показали, что c-1, 2, вот, k, развожение обряд начинается вот с чего, значит, c-1, 2, с точкой k, n, k-k, ну, там, плюс и так далее, да, вот так, k, а вот этот, и причем вот этот коэффициент отличен от нуля, да, производная отлична от нуля, а tr от k, это же единица на c, 1, 2, от k, ну, и точно так же можно написать и для k, n, а значит, значит, разложение у нас какое будет? 1, 1, 2, вот, k, n, c с точкой, вот, 1, 2, k, n, на k-k, n, минус 1, вот там все остальные члены, правильно? Так вот, это и есть вот этот множитель, единица на c с точкой не что иное, как а минус 1, да, то есть а минус 1, k, n, это единица на c с точкой k, n, и он отличен от нуля, а значит, вычит равен именно этому. Ну и в результате у нас получается вот что. 2π на сумма, вот так, вот здесь я как бы забыл, что вычитываю на 0, и мы можем написать k равное k, n, конечно, в особых точках. Ведь у нас, в особых точках, у нас какие здесь? Это вот эти, да? k, n, это равно и k, n, это 0, и 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 0. Значит, ну вот и пишем, так, e в степени минус, то есть везде здесь пишем k, n, и k, n, и k, n, значит, минус k, n, y, дальше на c вычеты, это минус первые коэффициенты, а это единица на c, n, и 0, 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 и 0. Значит, единица на c от к, n, и с к и m, и 0, и 0, и 0, и 0, и 10, и 0, 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 и 0. Так. Ну, еще, чтобы окончательную формулу получить, надо вспомнить, что С2 и HL мы можем выразить через С1, как мы делаем это, С1 и HL. И в результате получаем правая часть, левая часть, левая часть, левая часть будет равна... Левая часть, левая часть, левая часть будет равна... c1,1,k,m на c1,2,k,m на e в степени e в степени e в степени минус минус k,m,y на c1,x,k,m а c1 мы выразим через треугольное представление c1 а c1 выражаем через пользуясь треугольным представлениям e в степени И, ИКХ, так, есть степень ИКХ, так, это не ИК, а в точке КС, значит, минус КПАНХ, минус КПАНХ, КПАНХ. Так, плюс интеграл от ИКХ в зависимости, ДРЮ, КРЮ, ИКХ, так, Е в степени, Е в степени, минус КПАНХ, минус КПАНХ, минус КПАНХ, ну вот я надеюсь, все правильно написано. Вот так, то есть вот левая часть, вроде правильно. Так, правая часть, правая часть, но правую часть считать проще, хотя фонгулы длиннее получаются. Считать проще, потому что ее мы вычисляем просто в блок. Берем и подставляем для функции ПСЕ1 треугольное представление. И там, где нужно, интеграл ОК проносим часть. То есть правая часть, это вот эта вот, правая часть, и правая часть будет одна. Треугольное представление, и там, где нужно, интеграл ОК проносим через интеграл ОХ. И так, давайте начнем. Так, ну давайте смотреть. Первый член, здесь просто экспонент будет в местных сетях. Значит, будет интеграл ОК минус бесконечности до бесконечности, ДК, E в степени ИК, ну что там, Y минус X, да, Y минус X. Так, ну а почему минус X? Плюс X, да? Плюс X, да? Плюс X, да? Плюс X. Так, все, первый член, второй член, второй член. Так, вот во втором члене мы как раз можем провести интеграл ОК членом интеграл ОХ. Значит, интеграл ОХ, ну то есть оконцентной бесконечности, ДОХ, так. То есть вот, вместо ПСи1 беру вот этот интеграл ОХ, значит, ДХ', КР плюс ОХ, так, ОХ, ИК, ДОХ, 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 ДОХ. Да, так. Дальше, E в степени ИК, 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 ИК. Вот так. Следующий интегратор. Вот теперь смотрите. Следующее, что мы делаем, вот сюда, оставляя тривольное представление функции. Ее-то видно, что экспоненты сокращаются. Вот это экспоненты с плюсом, а вот это с минусом. Сокращаются. Значит, остается только... Ну и опять проносим интеграл К через интеграл Х. Значит, интеграл от Х до бесконечности для Х' Кр из Х' Ну, Е в степени ИКУ, здесь Е в степени ИКХ, но у нас К с минусом. Значит, будет 2 степени ИК и ИКУ. Понятно, да? За счет чёрного подхода. Вот там плюс стоит, а тут минус. Вот шрих. Вот. Вот это правая часть. Теперь смотрите. Так, интеграл там минус бесконечности до бесконечности до бесконечности до бесконечности. Этот интеграл нам известен. Значит, относительно ИК и ИКС мы знаем не равен, а ИК больше ИКС. Но относительно ИК и ИК штрих у нас нет такого равенства. ИК штрих изменяется от Х в пределах интегрирования, от Х до бесконечности. Значит, они могут по-любому соотноситься. Значит, это вот 2 би на дэто фунгус. Да? 2 би на дэто и у и к штрих. Но дэто-функция, она снимает интегралку Х, заменяя Х на ИК. Значит, давайте я, чтобы не переписывать всё вот здесь, напишу вот так. То есть всё вот это последнее слагаемое, будет равно 2 би, 2 би, 2 би, да? Да, 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 да. И это точно... Вот он там ик, да? Ну вот оттуда оно у меня и не рисовалось. Значит, К А Р это ІКСЮЩЮЩЩЮЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ. Вот так. Значит, это правая часть. Сейчас посмотрим, не ошибся. Так, вопросы есть? Есть? Как? Не стесняйтесь, если есть вопросы, у меня в самом вопросе вычисления на доске не очень возможно делать. Ну хорошо, если нет вопросов, то теперь берем и приравную левую часть к правой части. При этом, смотрите, у нас умножаем на 2π и приравняем левую часть к правой части и переносим все вправо. Так, не умножаем, делим на 2π. Так, делим на 2π. Приравнуем и переносим все вправо. И начинаем с конца дописывать. К, Р, К, Р, И, 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 И. Ну вот тут важно некоторый порядок соблюдать. Значит, теперь мы напишем член вот этот вот в минус вот этот. член, да, только тут будет единица на 2π, поделюсь, да? Значит, интеграл минус бесконечности до бесконечности, и минус вот этот член, деленный на 2π, минус, потому что перенесли, да, в другую сторону. Значит, минус и сумма n, это единица для n, это большое. Кстати, n-то большое. Что у нас такое? Дальше количество. Да, конечно. Ну, количество нулей функции цели 2, или количество полюсов tr, да, коэффициента прохождения. Н-то большое, так. Не забывайте, потому что вот это n-то большое на самом деле еще очень важную роль у нас играет. Важно понимать, что оно может быть большим, но конечным, да, конечным. Мы считаем, что число полюсов конечным. Вот. Так. Значит, c1 1, в карьеру, c1 2, в точку в карьеру, так. Теперь... Ну, перемножим просто, да? где в степени минус КПР выносим Y плюс Y. Так, ну вот у меня не вылазит, но ладно. Значит, и плюс, плюс. Теперь у нас, смотрите, интегральный скапец. Вот здесь интегральный член. И вот здесь тоже остался интегральный член такой же. Вот мы можем уменьшить. Так, единицы на двадцать не надо забывать. Так, ладно. Игра, че-то не надо. Низменно в блоки, интеграл от него вискровевающийся и вискровенности. Вх' Ну, по сути дела... Так... Ну ладно, пишем. Значит, пишем Интеграл К Е степени ИКУ Плюс Е степени ИКУ И4 Она... У первого ребенка в предел нижней лице Вот, вот так Да, 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 совершенно правильно Значит, R, R, K Р, R, K Ну, крепил, но Тут еще, значит, один член Е степени Фигурный скоб с минусом Это член вот этого Сумма, да? Минус И на сумму И на сумму М уединить сюда R Большое С1 и по С1 Вот теперь смотрите, если мы все правильно сделали, то у нас выделяется вот этот член, второе и третье слагаемое, можно объединить, и оно выделяется и под интегратор. Видите, вот такой интеграл минус вот такая сумма. Значит, обозначим, так, мне неохотно это еще писать, значит, давайте в целях экономии времени обозначим вот эту штуку, которую я обрел, вот эту. f, y плюс x, ну или там x плюс y, без разницы. Ну давай, x и и x, f и x плюс y равно вот эту. И в результате получаем следующее уравнение. Да, вот хорошо. В результате получаем следующее уравнение. Обратите внимание, что это f не содержит k, ядер треугольных представлений. То есть оно содержит там коэффициенты отражения, коэффициенты растения, их производные, экспоненты, но k, r не содержит. Ну и в результате получаем после сверки, получаем, ну не сверки, а объединение членов, да? Так, вот их переобозначение получаем, k, r, x, y, плюс, плюс f, так, f, ну давайте тоже здесь f, значком f. f, да? f, f, t, значок f, x, и x плюс y плюс, единица на 2π уходит в f, значит, интеграл от x до бесконечности, d и x, и x. К, r, x, h, их, на f, r, x, их. Вот это выражение мы можем рассматривать как некое интегральное уравнение на ядро интегрального представления К, r, то есть это интегральное уравнение на К, r, на его интегральное представление функции Пси 1. И это уравнение как раз и называется уравнением гельфорда, марчинкер, лилитана, гельфорда, марчинкер, лилитана. Интегральное уравнение гельфорда, марчинкер, лилитана. Ну вот, дальше мы его будем решать. Найдем ядро интегрального представления и тем самым функцию есток найдем, по сути. Но это у нас только для r, для kl. Для kl тоже нужно получить точно так же все. Точно так же все сделается. Но там нюансы, что интеграл берется не от x до бесконечности, от минус бесконечности до x, все там другие цифровки. То есть у нас идется все два. Ну давайте я запишу, значит, для левого, рассеяния, интегральное уравнение гельфорда, марчинкер и лилитана, имеет вот такой, ну точно такой же вид по сути дела, только интеграл такой. что такое будет. К, л, иx, и жть, плюс ф, иль доехаем, и плюс интраграτα, к минус бесконечности до шта, Д и штрик, К, К, Р, икс, такая же, искали, икс, икс. Р, Р, икс, икс. Где FF? Так. FF. Значит, ну давайте. Вот так. Я прямо здесь и исправлю. Тот же самый интеграл изменится вот так. Значит, изменится, во-первых, знак, вот здесь. Ну правильно. Поскольку вот здесь минус в тревогенном представлении, значит, и здесь минус. Так. И, значит, изменится вот здесь знак. Ещё. И здесь будет C2, 2. Вот так, вместо C1, 1. Так. И всё. Вот FF. Значит, меняются знаки под экспонентами. И C2. Вместо C1, 1. C2, 2. Ну, в качестве упражнения предлагаю вам упражняться и вывести это уравнение самостоятельно. То есть. Так. И менять тут. Что я написал? FF. Конечно, FF. Так. Везде FF. Везде FF. Так. Ну вот. Таким образом, мы получили на ядро треугольное представление интегральное уравнение, а функции вот эти FF, X, Y, да, смотрите, они же стоят под интегралом, значит, они сами являются ядрами интегрального уравнения, да. То есть уравнение на ядро треугольного представления, а функция FF – это ядра интегрального уравнения. Ну, все. Ну, все. Мы все время давайте закончим. Вопросы, пожалуйста. Нет вопросов? Нет вопросов. До свидания. До свидания.